что значит у нас спор между земля плоская и земля круглая то есть здесь ключевой момент ключевая ошибка недопонимание точнее а что такое плоская то есть плоская это это не значит что она как лист плоская лежит это чушь собачья сфера она тоже плоская надо понимать что плоскость это покрытие то есть как бы ты находишься в системе покрытий такие грубо говоря покрытая чем-то вот как глаз у нас значит не плоский глаз у нас как бы собирающая линза такая грубо говоря фокусирующая линза собирающая да то есть растянутую архитектуру поэтому говорить мы можем только о том что как бы это текущее состояние то есть вот грубо говоря один кадр текущего состояния один квант то есть плоскость имеется ввиду то есть она неважно натянута на сферу там или обтягивает еще что-то внешне как это выглядит по барабану это просто как бы покрытие‐ покрытие‐ вот там купол покрыт так чем то еще это плоскость это плову в этом смысле плоскостьening а что такое тогда объем двигатель кажется а объем это его изменение во времени то есть это вот ось времен как работает это ось времени ось перемен то есть как-то как бы как-то как менялось там знаешь как то то есть грубо говоря каждый кадр, рисуешь, допустим, разрешуешь купол, каждый кадр, каждый мазок, это плоскость, покрытие, покрытие, покрытие. А динамика, грубо говоря, динамика изменений, то есть анимация, то есть мы же идем по оси времени, грубо говоря, это и есть объемная ось, ось изменений, переменная х, переменная ось. Поэтому здесь говорить о том, что действительно Земля плоская или не плоская, надо в другом контексте. То есть, плоская Земля, она плоская, с каждым временем она плоская, как покрытие, как кадр, ну то есть, как поверхность. Как картинка на мониторе. Как картинка на мониторе. Вот ты сделаешь сферический монитор вокруг себя, и это будет плоское все равно, потому что это как бы покрытие, то есть это текущее, силомоментное значение, вот момент, грубо говоря. А набор моментов изменения. Это объемная ось, ось времени. Ну, они же изменения, это как кадр. Вот реально, в монтаже кадр это плоская история. Изменение кадров, его изменения, это переменная, то есть, динамика. Вот примерно так. То есть, вот эта вот ось перемен, нам нужно понимать, да, то есть, вот это как бы открытие покровов. Все у нас под покровом находится, как на мониторе, грубо говоря. Поэтому мы видим перед собой там как бы текущую какую-то картинку, ну, как набор кадров, в данном случае. А но мы-то смотрим его в развитии, грубо говоря, примерно так, да. То есть, как Буратино проколол этот монитор, да, и увидел там эту ось времени, то есть носом своим, да, увидел там много чего интересного. То есть, он прошел за картинку, зашел туда, увидел код времени этот, да, то есть, и вообще много чего интересного, много там секретов, скрытого времени. То есть, это все равно, что, опять же, мы уже говорили, да, что это как бы один средств МРТ, там, и набор, короче, весь орган всего вот этого, да, это тоже как бы вот один средств МРТ, это как бы плоская история. А его как бы общий вид органа объемная история, то есть, вот примерно так, можно сказать. Поэтому это покров, грубо говоря, покров, да, или плащаница, например, да, то есть плоское, воплощенное состояние. Это просто вот фрагмент, грубо говоря, фрагмент, кадр, вот. И здесь, да, но вы понимаете, что перемещение по осям времени, то есть, как бы, есть перемещение по синусу, ну, по горизонту, короче, по плоскости, да, так называемую, по покрытию, то есть, по поверхности. А, вот еще поверхность. Это поверхность, да. Поверхностная. Есть поверхностная точка зрения, есть более глубокая, да. То есть, ты как бы можешь двигаться и по поверхности, то есть, ну, грубо говоря, сейчас по Земле тут, да. И в то же время мы одновременно идем еще по истории Земли, то есть, мы шагаем и по той, и по той оси одновременно. То есть, и по поверхности мы шагаем, и по истории Земли. То есть, примерно так. То есть, поэтому мы сразу находимся вот, а тут у нас, ну, единственное, что у нас нужно понимать, что наше теперь, чтобы сделать все это теперь, это все плоским, нужно сменить точку основания, сменить, ну, как бы, меру изменить, меру, да, перейти на новую планку, ну, примерно так. То всего принять вот даже то, что нам кажется, здесь объемное в трехосевом, типа, ну, изометрия, на самом деле, это изометрия, перспективная изометрия. То есть, нам надо понимать, что вот это все, это плоское изображение. Плоское, ну, плотное, практически. Плоское, это плотное. То есть, а динамика, это объемное. Вот. То есть, а если потом вообще перейти к расплотненному, это чистые данные. То есть, потому что, потому что здесь у нас... Получается, это тройственность такая. Да, да, да. Здесь поверхность, и за поверхность мы никак не можем пройти. То есть, как бы мы ни пытались, мы, ну, как в другую сторону поверхности ее нет. Мы, если проходим через нее, мы входим в поле данных. То есть, там уже нет никаких поверхностей. А вот временное ее изменение, это объем. Временное изменение, это объем. Ну, а есть еще, как бы, эти самые, ну, допустим, чистое образное поле, да, то есть, там там вообще... Ну, вот, это за поверхностью. То есть, за поверхностью ты попадаешь в чистое образное поле, информационное. Ну, да. Поле данных. То есть, ну, там, условно говоря, будущее, прошлое, там, еще там как-то, то есть, неважно. Все. То есть, ты по струне движешься. Да, вот, кстати, вопрос струны, да, что эта вся поверхность, она как будто бы из одной волны собранная. Система кадриков таких, ну, короче, система плоскостей, ну, неважно, система таких статик, грубо говоря, система вот фреймов таких, да, аромированных. То есть, система фотографий. Вот так, мы же не просветываем, то есть, у нас солнце, оно, как бы, ну, как, короче, оно, как бы, сужает. Ну, как набор фотографий смотрим, засвеченных, то есть, трун-друн-друн-друн-друн-друн, вот такой наборчик, которые меняются между собой, И нам кажется, что мы движемся по ним, то есть динамика из системы изменений мы смотрим кино таким образом, фактически, то есть вживую. Хотя кажется, что мы в объеме находимся, но тут объем другой. Нужно перейти к новой мере объема. От трехмерной оси к оси изменений. Вот еще ось времени, она же ось изменений. Поэтому это мы берем, значит, всю вот эту трехмерную кубическую конструкцию. Мы берем как бы за плоскость, за новую точку отсчета, начало отсчета. То есть тогда она становится новым мерой, новым основанием. И мы перемещаемся уже по системе изменений этого объема. То есть примерно так. То есть это как бы объем объемов. И тогда становится что проще, да? То есть открывается вот этот механизм, то есть как бы как работают вот эти вот уже переходы. То есть ты понимаешь, как ты можешь это перемонтировать, да? Примерно так, да? То есть вот ветку-то. Ты понимаешь, что ты можешь изменить ветку, да? Грубо говоря. Подвинуть свой объем вправо, влево, там еще куда-то. То есть по оси времени, по оси вариантов. То есть по цветовой вот этой шкале, там неважно чему, когда вот этого. То есть двигаться. Короче, ты начинаешь уже всем. То есть ты и в объеме, внутри объема движешься вверх, вниз, вправо, влево, ну, в трех осях. И потом выходишь в пятимер, в этот гиперкуб, и всем этим кубиком еще движешься по оси времени. То есть по пространству вариантов. Примерно так. Поэтому там ты выбираешь события себя либо в эту сторону, либо в эту сторону, там уклоны либо выше, либо ниже. То есть такое маневрирование. То есть ты маневрируешь и внутри, находишься и внутри этого кубика, и маневрируешь и кубиком целиком. Ну, пространством. По пространству вариантов. То есть такое двойное плавание получается. То есть находясь внутри, ты еще управляешь, то есть ты как машина, то есть как квантолет такой в воде. Ну, это неважно, батискал в воде, подводная лодка. Ты так и так, и подводной лодкой ты находишься, и подводной лодкой управляешь. Тут то же самое. Ты находишься в каком-то варианте, вот грубо говоря, по нему ты можешь двигаться по трем осям. И ты поднимаешься, это как бы внутри. Внутри кубическое управление. И внешнее кубическое управление, гиперуправление, гипердвигатель. Ты управляешь пространством вариантов вот этих. Вот уже начинаешь управлять. То есть по этому руслу, ну, руслу сценария конкретного, да, то есть уже там обходить события или выстраивать, или, допустим, подвигаться к нужной тебе точке. Вот как ты слайд, да, да. То есть ты же должен к этому слайду приплыть, называется, приплыли, да, то есть понимаешь, да, должен к нему как-то приплыть. Поэтому ты с этим пониманием, что ты можешь управлять этим кубиком и состояние гиперкубика, ты, как бы, находясь в большем мере, ты, соответственно, ты можешь, как бы, направлять туда кубик свой, то есть свое пространство, то есть в котором ты будешь проживать там, делать слайд, ты туда направляешь к нужной точке слайда, и все. То есть называется, берешь управление в свои руки. Вот. Так что вот это нужно понять и изменить вот эту систему понятия, да, что есть плоскость. Примерно так. Плоскость, это плотность, ну, как бы, плотность. Да, это просто, мне кажется, вот в этом смысле, когда понятия смешиваются и говорят там, земля плоская, ну, она, в принципе, даже предполагая, что она плоская, понятно же, что на ней есть горы, какие-то углубления, то есть это именно поверхность покрытия. Это прям вообще, это вот ты очень круто сказал, и сразу стало понятно все. А фотография плоская или не плоская? На ней вроде объемно изображено, но там она плоская, тоже странная штука, да, то есть еще одна мера объема, примерно так, то есть проекционная мера объема. А тут у нас, считай, вот печатный станок, вот Солнце печатает кадр за кадром, да, грубо говоря, данные, то есть вот оно выдает тебе свет, печатает кадры. Вот мы находимся, и каждый раз мы в этом объемном принтере находимся, то есть у нас каждый кадр вроде бы как бы типа объемный кажется, поэтому мы в этой изометрии живем. Вот, но это плоскость, то есть момент времени, как бы он сам по себе квант, он получается плоский становится, вот так примерно, то есть он как бы плоский, плотный, воплощенный, свершившийся, ну как угодно его назвать можно, да? То есть как действительно, да, проявленный, проявленный, да, уже, то есть случившийся, то есть Солнце излучает, то есть у нас же вообще все это, система излучения, получения, случения, там, разлучения, ну короче, вся история, да, лучевая такая, блин. И вот и получается, что да, то есть просто изменить понятие, то есть понять, что мы на самом деле, если ты хочешь поменять основание, начинать управлять именно из гиперкуба, нужно, соответственно, сменить точку, ну как бы управления, то есть выйти из кубика в состоянии гиперкуба, то есть понятием, как бы исполнится вот так вот, ну как бы в следующий объем выйти, в следующую меру так называемую, да? То есть изменить меру там или там еще так пространство, ну как это называют, господи, неважно как это называют, одно и то же, то есть в следующую меру выходишь, и тогда ты, как вот, как сделано, будешь управлять этим пространством, вариантов. Я там вот с точки зрения квантовой физики, то есть и гипергеометрии, так называемой, гипергеометрии или гиперграфики, гиперграфика, потому что у нас же нет тут объема как такового в принципе, вообще никакого, то есть откуда ему взяться? Объем у нас как изображается? Перспективами, то есть перспективы как изображаются? Длиной, ну примерно так, и направлением, то есть искажением, ну да, ну изменением графа, то есть граф, то есть ты берешь один граф, значит, у тебя вот граф один, потом делаешь другой, там его делаешь покороче, направляешь туда, там вверх, например, вот у тебя уже получается перспектива какая-то, но ты же его фактически, ты же его не можешь делать покороче, да, то есть ты вроде бы ты начинаешь раскладывать его как псевдообъем, то есть как будто ты его наклонил туда вот так и удалил, и таким образом получается перспектива, а по сути это все изометрия, графика, гиперграфика такая, то есть благодаря гиперграфике ты можешь реализовать любое количество мер, вот так скажем, да, то есть объемов. Гиперграфика, это вообще крутая штука, то есть нужно понимать, что... Ну и к тому же, вот та перспектива, которая нам привычна, которая привычна нашему глазу нынешнему, которая сходится к горизонту, это же всего лишь одна из возможных проекций, то есть вот мы привыкли, что к горизонту линии сходятся, а вот обратная перспектива на иконах, она показывала другую. А это с точки зрения проектора, да. Да, да, что они наоборот как бы расширяются. Да, это как бы две разные точки наблюдения. Да, это всего лишь такие данные, которые загружены в восприятие. И та и та картинка как бы плоские, то есть они же нарисованы, что икона, что фотография, мы их воспринимаем с плоскости. Да, да, да. Одна по законам одной перспективы развивается, а другая по другой. А это от чего речь ведется? Ну, от чего, точнее, с какой стороны смотреть называется? С точки зрения как бы воплощенной у тебя все сходится в точку, грубо говоря, ну так, в проектор. Да. То есть ты находишься, допустим, на экране кинотеатра, и у тебя из каждой точки вот твоего как бы огромного экрана, то есть все лучи устремлены в этот проектор. Это отходящаяся перспектива. А с точки зрения проектора у тебя расходится наоборот все. Вот, это просто разные точки наблюдения. На экране, грубо говоря, и из кинобудки, вот так скажем. То есть из кинобудки ты видишь расходящиеся лучи. Вот, а если ты встанешь как бы в роль героя на экране, воплощенное состояние, то ты будешь смотреть сходящиеся перспективы. Поэтому мы сделаем логический вывод, если мы видим сходящиеся перспективы, мы кто? Мы киногерои фактически. То есть мы наблюдаем кино изнутри. То есть мы находясь на мониторе, на экране. На плоскости. На плоскости. Мы наблюдаем как бы сходящиеся перспективы. То есть значит мы находимся в воплощенном состоянии на площади. Все предельно просто. То есть все проекционно. Понимаешь, это же проектор. У нас система проекционная на просвет, поэтому система экрана. Вот надо из этого понятия исходить. Так что мы находимся в воплощенном состоянии на мониторе. Ну, на экране, точнее, на экране кино. А там есть точка, откуда все это излучается. Понимаешь, это все есть сигнал. Мы смотрим на нее, видим постоянные перспективы. Из чего мы делаем вид, вывод логичный, да? То есть, если мы видим постоянно сходящиеся перспективы, куда бы мы ни повернулись, мы никуда не поворачиваемся. Мы поворачиваем этот объемный монитор. То есть, мы все время смотрим на источник. Куда бы ты ни посмотрел, ты смотришь на источник. И вращается только все вот это пространство. То есть, оно вращается. То есть, это как такая виртуальная комната, я бы так ее назвал. То есть, мы никуда не ходим, мы прокручиваем под собой землю. То есть, примерно так. То есть, мы никуда не ходим. Это иллюзия такая сделана хитрым образом. Очень отличная штука. То есть, прям радует. Очень натурально все воспринимается. Да, как вживую, я бы сказал. Как вживую. Да, поэтому, по сути, мы находимся в воплощенных данных. Соответственно, здесь, воплощенных данных, находясь в воплощенных данных, ты что думаешь? Ну, как участвовать в кино, играть там как-то, да? То есть, переживать. Ну, короче, так или иначе, ты киногерой. Вот, в любом случае, да? А если ты хочешь что-то подредактировать, ну, ты должен перейти на точку зрения проекта. Проекта. Да, который, короче, там, где данные формируются, примерно так. Откуда показ идет, если показ, я вот так сказал. То есть, это же казанская еще история. Покров, казанская показательная история. Откуда идет, мы же вообще в казане в таком, да? То есть, находимся в попол, да? Вы бы говоря, такой. И поэтому здесь вот это вот, тут оно все такое устроено. Это конетель. Превращательная. То есть, вращается, превращается. То есть, потому что это все вращение. А что значит вращение, да? Кто куда вращается? То есть, вращается, изображение вращается. Ты центр наблюдения. То есть, ты вращаешь это изображение, куда бы ты ни посмотрел. Рендеришь, фактически, да? То есть, просчитываешь, называется. Вот. Тоже это все в счет. Поэтому здесь вот, по большому счету, что называется, да? Вот это самый большой счет. Самый большой просчет. Ну, как видеокарта просчитывает изображение, по мере того, куда ты направляешь героя, аватара своего, да? То есть, есть там вот, пока ты его не просчитываешь, это изображение, туда не направляешь аватара. Оно потенциально есть. Ну, как бы, ну, ты же его не видишь. То есть оно просчитывается, когда ты на него смотришь, например, направляешь своего героя туда. Поэтому нужно в это состояние выйти, то есть тогда ты как бы уже, ну, впервые ты увидишь себя как бы, как, допустим, вылетишь, называется, из тела, грубо говоря, станешь за собой от третьего лица, будешь смотреть, как ангел, будешь крестить над собой, управляешь фактически аватаром, как в игре. То есть ты можешь туда погрузиться, в него, то есть это называется point of view, то есть точка наблюдения. Когда ты как бы себя не видишь. Да, point of view, ты не видишь себя, ты можешь видеть свои руки, там еще что-то, во сне так примерно происходит. То есть ты смотришь глазами как будто героя, то есть либо ты можешь вылететь на отдаление, точку сзади, тогда ты будешь видеть себя сзади, вот уже как игрок. А, ну, с тем, если мы дальше проецируем, то мы понимаем, что есть игрок, который как бы над нами сидит, ну, словом, наблюдает, да, управляет фактически. То есть, и вот нужно эту связь наладить просто как бы нормально. Типа договориться уметь, называется, связаться, да, сонастроиться, да, аватару с игроком, то есть управляющим, чтобы была более четкая связь. И, в принципе, ты же не можешь отсюда еще делать, поэтому все говорят, молитесь, чтобы должен молиться там, молитесь выше, там, Богу, там, еще кому-то, ангелам, с тем, чтобы они принесли изменения. Ну, потому что они там находятся в зоне проекторной, то есть относительно тебя. Поэтому ты, если ты хочешь, ты киногероя хочешь поменять в кино, поэтому ты должен сказать, эй, в будке, народ, алло, поменяйте сценарий, ну, примерно так. То есть, сам ты ничего не можешь, потому что, я скажу, поймите меня правильно, я нахожусь в воплощенном состоянии, вы моими глазами смотрите, ну, поменяйте сценарий, то есть, наладить связь, вот, контакт. То есть, вот так примерно, понимаешь, потому что реально, то есть, из этого, из воплощенного состояния ты ничего не поменяешь. Киногерой такой, а тут, ты же, представляешь, идет кино-кино, и тут такой герой останавливается, такой говорит, так, режиссер, кто там показывает кино? Поменяйте план, ну, что это за ерунда-то, блин, ну, понимаешь, ну, зачем это все? Ну, как бы, я не могу тут, вы в вас там все... Я тут нахожусь в воплощенном состоянии на мониторе, на экране, вы там управляете данными чувствами. Вы пользуетесь своим положением. Да, да, вот, это называется помолиться, примерно так. То есть, скажем так, алло, гараж, блин, режиссерская, поменяйте сценарий, там, пожалуйста, будьте людьми, почему вы так ведете себя, ну, типа того. В общем, наладить такой нормальный диалог какой-то, то есть, связь, ну, диалогу, туда-сюда, то есть, чтобы... А тут еще надо понимать, что они-то наблюдают, то есть, это все, и разные миры, они по-разному видят. То есть, поэтому там это видно, как данные, примерно так. То есть, поэтому, что ты должен туда передать, как это самое, как заказ? Ощущение. То есть, то, что ты хочешь получить, ощутить. Если ты делаешь слайд, ты должен его ощутить, примерно так. Ощутить, потому что тогда это, как бы, они, а-а-а, тебе нужно, тебе нужно воплотить вот эти параметры. То есть, вот так это воспринимается сверху, понимаешь, машиной. Воплотить эти параметры. То есть, он снимает с себя этот механизм, снимает с себя эти параметры, фактически. То есть, учитывая, что ты погрузился сюда, там же работает автоматика, на самом деле. То есть, там по большому регистеру это нет никакого. Это автоплей, такое автовоспроизведение. То есть, какие ощущения ты заказываешь, вот такие он тебе воспроизводит в итоге. То есть, вот это как бы основное, что как бы, типа, что внутри, что снаружи. То есть, что у тебя ощущения, потому что он не понимает некоторых вещей, то есть, ему как бы все равно, что... То есть, это как плеер. То есть, это называется, ты взять дистанционное управление... Он очень все понимает четко, он действует по автоматике, по инструкции, по алгоритму. Да, да, да. Поэтому, конкретные запросы, конкретные воплощаются. Консольное... Есть состояние, да. Это консольное управление, удаленное управление называется, понимаешь? Удаленное управление, система воплощения. То есть, так примерно. То есть, ты, находясь на мониторе, в воплощенном состоянии, соединяешься по консоли, по вот этой вот, как бы, ну или как это называется, консоли, терминал, неважно, как угодно. Потому что ты и фактически начинаешь программировать, передавать ему данные какие-то. То есть, что он должен тебе здесь показать? То есть, в чем прикол молитвы-то, да? То есть, не будем пока касаться, почему это нужно было делать в церкви, то есть, почему это у нас нужны были для этого усилители сигнала, да? То есть, ну, там, типа, ну, как, это же тоже эволюция связи, грубо говоря, так или иначе, да? То есть, поэтому сперва нужны были узлы связи некие, как-то, типа, как барышня, там, типа, Ростов-на-Дону, пятая кабинка, как в советское время было, да? А до этого еще была почта, имщики, там, и прочее-прочее, комитет передать, там, Дедушке Морозу письмо называется, да? То есть, в чем, да, прикол-то? То есть, потому что, когда ты, вот, как бы, ну, с молитвой, то есть, молятся, там, почему-то они, как бы, это делают вдохновенно, то есть, как бы, ну, от души, там, типа, состояние, да, определенном, да? Да. И там есть, у нас, там, вот этот, в церквях, вот это была настроечная система, то есть, как бы, ты должен был сонастроиться с этой системой, то есть, примерно, так, то есть, она даже купольная, там еще, там, колоколом, типа, разносилась, такой, ну, ритуал, такой, сигнал, то есть, собирались данные, потом, типа, передавались куда-то, как бы, так, примерно. То есть, в чем это? Фактически, позвонить называется, да? То есть, позвонить, колокольный звон, что сделать? позвонить как по телефону да примерно такая же связь как по звон да то есть почему-то в конце службы идет звон тоже собираются все пожелания то есть отправляется на некое комплексное послание типа от кого что заказ такой потому что ты также связываешься просто с этой же системой автоматической просто выдаешь ему свои пожелания и связываешься на ощущение должен с чувством прям вот прям вот желать вот этого да то есть вот как называется истово молиться истово да искренне искренне истово да вот поэтому должен передавать свои ощущения там типа чего ты хочешь вот так примерно по-настоящему чего ты хочешь вот и тогда это как бы снабжается то есть формируется пакет грубо говоря на заказ да и система воспринимает это как бы ну как как данные к воплощению ну примерно так по желанию поэтому говорится правильно заказываете вот так примерно да вот а так это все это же узел связи такой был да но с учетом эволюции систем этого развития да то есть и восстановление головой связи то есть и развитие связи теперь это как бы уже обычно же мобильный телефон и видеосвязи кругом все прочее прочее то есть система очень быстрая стала то есть как бы связь моментальная ментальная связь практически 6 на секунду очень быстро очень связь такая задержка то есть никакой а еще там задержка то есть линия задержки то есть между заказом и воплощением там тянется какое-то время то есть например на так потому что все равно что взял вот это значит ямщик написал письмо значит да то есть невестное канцелярию так называемое написал письмо потом положил там кто-то в ящик почтовый потом она поперлась попробовать конверт конвертация и нужно сконвертировать да еще данные поэтому здесь вот это та же самая история то есть отдает был ямщик понимаешь еще что то то есть отдает вообще связи никакой не было то есть грубо говоря изначально и тут получается так что вот этот молитва да так это называем это тоже самое так как упаковочка такая да то есть то есть с ощущением снабдить этого сконвертировать дано данные правильно то есть там система на воспринимает именно конвертированные данные потому что по-другому никак это как чисто программирование то есть один тип данных и другой тип данных то системе все равно что воспроизводить поэтому ей как бы вот входящие данные есть такой вот данных ты будешь данные и ты должен сконвертировать на входе так он в целочисленное значение или там допустим логическое значение bull там или целочисленный интеджер программирование то же самое тоже программ не мирование такое мирование программ ну короче про гра мир то есть все такое да да это вот такая штука то есть ты должен сконвертировать упаковать данные то есть для того чтобы система их восприняла примерно так иначе будет на ошибка кода поэтому здесь надо ну то есть они не восприняты да то есть как бы не соответствует по параметрам и все программа не работает система не работает поэтому здесь вот именно ощущениями да то есть ты должен сформировать мыслеформу это тут ощущения такие да передавать то есть как бы такие вот прямо грубо говоря показать что ты хочешь показать как показать ты должен показать образ того что ты хочешь вообразить себе то что ты хочешь создать образ который будет распечатываться данные вот любое воображение это создание образа поэтому и вот этот образ который ты воображаемое, называемое воображариум профессора Паранасова. Вот ты себе воображаешь вот этот образ, и это как раз все есть данные. То есть он считывает образ системы, считывает образ, который ты хочешь как бы воображаешь себе. И это как образ диска ISO. Там ISO, у нас ISO. И тогда этот образ идет на воплощение. Вот. И все. Поэтому вот это нужно сконвертировать вот в этот образ, ощутить его вот так вот. А как его сконвертировал, ты его допустим вообразил, а ощутить это как бы как желаемое, то есть уже полученное. То есть ты должен погрузиться в этот образ, потому что это изначально как бы исходное способ творения вообще всего, как сотворено все это вокруг. Ты себе что-то воображаешь, представляешь примерно так. И туда погружаешься примерно так. Это управляемый сон такой. И тут то же самое. Ты как бы, ты себе этот слайд, этот конкретно, вот слайд, сцену, там еще, неважно, что-то желаемое себе воображаешь. И туда погружаешься и начинаешь как бы проживать в нем. Ну как бы изображать, как будто ты в нем проживаешь. И все. И тогда это полностью уже сформированный образ, сконвертированный образ для системы воплощения. Все. Вот так вот понятно. Это все проекционно. То есть как программирование, так и в миротворчестве. Один из них. Ну, в смысле, в миротворчестве. Получается, что игровые технологии, они игрушки уже такого нового поколения для понимания новой вот этой вот парадигмы реальности. Что сознание уже расширилось до объема, до понимания информационных технологий. Да, конечно, конечно. И это вот прямо супер, то есть это низкие на самом деле игрушки, если ты смотришь на них с точки зрения вообще, как это все устроено. Вот просто они поданы в игровой форме, в такой привлекательной, да, чтобы, опять же, вот мы с тобой говорили о том, что чтобы что-то изучить сложно. Нужно, чтобы это было привлекательно и интересно. И вот как раз эти вот компьютерные игрушки, они создают интерес такой. Но через вот этот интерес ты, по сути, проникаешь в технологию. Технологии, да, то, как это все устроено. И через эти технологии ты понимаешь и устройство мира, потому что это нам и дано для понимания устройства. А, ну, все проекционное. Да, и все эти точки зрения, и все вот эти вот возможности. А, причем еще же дают попроектировать, да. То есть ты уже понимаешь, ага, вот так вот аватар создается, вот на него скин натягивается, вот у него скинлы там прокачиваются. То есть, а все это просто всего лишь данные, которые вот загружены и даны и привязаны к определенному персонажу, к определенной местности. И вот та же местность, это покров этот, да, это поверхность, по сути поверхности. Вот. А за поверхности мы и не уходим. То есть там же тоже в игре все поверхностями. Там нет никакой глубины. Ну, в том смысле, что, если ты делаешь глубину, то это просто поверхность, которая, как Омега, в том же пространстве находится. Никуда не уходит. Не, 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 это вообще просто наслоение называют. Наслоение, то есть, мы, опять же, система кадров. А наслоение это объем. То есть, когда объем создается, наслоение. Вот это слои. То есть эти прям такие лейерсы. Лейерсы, да. Ну, короче, положенное. Положенное, да. Вот. Или там изложенное, неважно, что положенное. Это, короче, система кадрики, кадрики, короче, вот объемное состояние. Вот. И вот таким образом, да, ты, действительно, вот берешь там любой язык, программированный такой, C Sharp, например. Да вообще любой. То есть, ты там, когда ты с терминала, там, игрок что-то вводит, грубо говоря, туда. Мы же не видим все подноготное, как это происходит. То есть, мы просто вводим там имя свое. Бум-бум-бум. То есть, но при вводе с клавиатуры имени терминала, то есть, у тебя происходит что-то. Эти данные принимаются, то есть, они конвертируются в соответствующий вид. Конверт тут делается, внутри, автоматически. Вот. Для того, чтобы программа смогла их обработать. Потому что ей все равно. То есть, а если ты неправильно вводишь, то есть, забудешь сконвертировать эти данные. То есть, убрать оттуда конвертер. Если ты хочешь быть настоящим девом, девелопером таким, да, то есть, Евангелие, неважно, когда, ты должен эти данные сконвертировать в соответствующем для системы понятным образом. То есть, как бы, ну, многие там по-разному там, типа, а это называется как, что излучаешь, то и получаешь. Ну, примерно так. То есть, вот так. Что ты вводишь, грубо говоря, в систему, то тебе воспроизводится. То есть, выводится. То есть, ввод и вывод. Вдох-выдох. Ты вводишь систему данные, вот они тебе выводятся. То есть, мы живем в системе в этой. То есть, вот это, ввод, где мы живем-то. В системе. То есть, в системе воплощения. Поэтому здесь вот это, вот, если так вот, как бы, подходить, что, в принципе, логично, потому что все по образу подвига сотворено, там, вот, проекционно, рекурсионно. Поэтому здесь то же самое. То есть, ну, тут, конечно, тебе нельзя же повторить, взять, там, как вот в игре, да. Поэтому ты должен спроецировать ситуацию наверх. А как, что здесь у тебя тогда терминал ввода данных, да. То есть, ну, не клавиатуры же ты будешь набивать, это плоская трактовка. Хотя, конечно, если ты себе во время этого, пока ты набиваешь клавиатуры, или пишешь письмо Дедушке Морозу, это тоже терминал ввода, своего рода. То есть, потому что ты, ну, это обряд. Но, по сути, ты просто, как бы, потому что ты ощущениями его наделяешь, воображаешь себе подарок какой-то или еще что-то, да. То есть, примерно так, Дедушке Морозу. Это тоже про это. Поэтому здесь просто это, как бы, в игровой форме такой терминал ввода. Но ты можешь просто пониманием того, что ты можешь слайдировать это все дело, просто конвертировать это, значит, в образы какие-то. То есть, ну, в смысле, ты должен это вообразить, то есть, создать проект, примерно так, вообразить, вообразить. Ну, даже проект создаешь, в него поместиться, снабдить его ощущениями, то есть, как бы, ощутить его, то есть, щучесть система. Вот. И тогда он полностью укомплектованный, то есть, он, как бы, тому, что... И там же не важно, иначе может быть косяк. Знаешь, какой косяк может быть? Ты, как бы, образ-то вообразишь, грубо говоря, получишь то же самое, ощущение будет не те, понимаешь? А потому что, как бы, ты, если начинаешь буквально дословно там все это, как бы, воображать, то тогда, там, значит, это самое, как бы, может закраситься ложка дегтя какая-нибудь. Ну, типа, вот, хочу такой-то, хочу вот такой-то работы, такой-то стол, вот такой-то это, такой-то это, да. Да, все будет хорошо, но коллега будет, но коллега будет отстой, понимаешь? А там же, знаешь, там же все буквально воспринимается. Да. Вот очень много примеров, то есть, ты же, там, разговариваешь с людьми, они говорят там, типа, я хотела там отключиться от какой-то проблемы, чтобы меня загрузили по полной. Но на самом-то деле же хотелось одного, а типа, ну, загрузили. Ой, нет, я так не хочу. Я не этого хотела. Поэтому состояние. Или щучья система, да, по щучьему велению. Ощущения, да. Ощущения, то есть, вообще, в идеале, то есть, если ты себя будешь представлять, ты же можешь, как бы, конкретно задать, то есть, конкретный проект, конкретный слайд и конкретные ощущения. Это способы программирования, то есть, это, как бы, фактически директивное программирование. А также ты можешь задать просто ощущения, то есть, нечто чего-то, и тогда тебе будет подбираться по ощущениям, ну, сценарий, соответствующий. То есть, там уже без конкретных образов, но тебе, поэтому, что называется, любовь приходит к нам порой не так, примерно так, да, то есть, как бы Антон испел. То есть, ты задаешь себе систему ощущений, поэтому ты, да, у тебя будет все хорошо, не будет то и как, ты можешь, а можешь и то и то комбинировать. Это, как бы, свободное программирование-то, по сути. То есть, ты можешь создать конкретный образ, конкретное место и конкретные там ощущения загрузить, примерно так. И система это воспримет уже, как директивное программирование, то есть, практически, это, как бы, такой язык, который называется, как, то есть, грубо говоря, точнее, прям, что и как, да, то есть, а, в принципе, он, это ты уже, прям, ну, как жесткое управление, я бы так сказал, да. А либо ты, допустим, создаешь ощущения, а там уже тебе, как бы, называется, как, знаешь, подбор мелодии по вкусу. Вот это, ну, АИ сейчас подбирает мелодии там по твоему вкусу. То есть, поэтому тебе будут подбираться сценарии под твои ощущения. То есть, без конкретики, ну, то есть, там разные могут быть сценарии. То есть, в этом есть смысл какой-то, то есть, что, как бы, ты даже не знаешь, как это произойдет просто и что именно там будет, вот ты погрузишься в эти ощущения. То есть, вот захотел, там, допустим, приключений, будет тебе приключение. То есть, это типа того. То есть, а если ты захотел приключений конкретно где-то, то будет тебе конкретно где-то приключение. То есть, это более точное управление. Вот, то есть, тут у тебя будет ассортимент, который тебе подберет система автоподбором таким, да, то есть, ну, как вот искусственный интеллект у нас подбирает вот эти данные, там, картиночки, там, мелодии, что-нибудь. Или просто ссылки какие-то подбирают по твоим интересам. Тут то же самое будет подбираться. Либо конкретику хочешь. Поэтому тут на выбор. Как говорится, и то, и то годится. То есть, если хочешь чего-то конкретного, то соответственно конкретно. Если хочешь в принципе чего-то, но не знаешь чего, типа хочу от чего-то, вот таких ощущений, но не знаю как это себе, что именно это будет. То есть, тогда тебе подберутся ощущения, подберется сценарий. Это тоже в этом роде неожиданность. Это все равно, что выбрать какую-то радиостанцию определенную или набрать директивно музыки. Ну, примерно так. То есть, либо ты там выбираешь радиостанцию, включаешь радиостанцию, и там тебе идет твой или твои любимые стили музыки. Примерно так. То есть, допустим, берешь 168, а там танцевалка, клубная музыка. То есть, и ты не знаешь, что будет следующий затрек. Ну, ты понимаешь, что это будет примерно из той же оперы. Либо ты четко лезешь в интернет и составляешь свой плейлист. Я хочу, чтобы было это, это и это конкретно. То же самое. Это тоже самое и процесс. То есть, и тут то же самое. Ты как бы, либо ты хочешь вот себе очень конкретного чего-то, то есть, прям такой вот, либо ты хочешь себе просто ощущения, а там дальше уже подбираете за меня. Ну, типа того. Это тоже два подхода к набору. Например, к заказу. К заказу на воплощаде. Ну да, да, да. Заказываю мелодию. Заказываю мелодию. Ну вот, примерно так. То есть, это дополнение к молитвам. Ну и еще, опять же, что следует заметить. К молитвам в плоскости. Которая поверхность. Да, что мы-то находимся в этой системе воплощения, да, то есть, а поэтому и синусоидальные, плюс ко всему. То есть, в плане, что оно переменное. Вот, благодаря этому все существует. Поэтому здесь еще, то есть, как бы, есть как бы сезонность. То есть, как, знаешь, как меняется тон радио. Ну, как тон, прототон. Ну, протон меняется, да. То есть, он становится выше, протон водорода стал, там, допустим, частотой выше, да. То есть, он изменил заряд, точнее, он стал меньше заряда. Вот, и в итоге матрица стала выше частотой. То есть, больше возможностей, наоборот. Вместилось в тот же объем. И что это получается? То есть, и меняется и направление течения вдох-выдох, да. То есть, и меняется частота. То есть, и то, и то меняется. То есть, ну, развитие такое. То есть, вдох-выдох идет, грубо говоря, туда-сюда. Вот, и меняется частота воздуха. Ну, примерно так. то есть я бы такой назвал то есть и и частота дыхания кстати тоже самое меняется все меняется и тут получается так что тут нужно как бы если ты значит вдруг на вдохе захочешь выдохнуть это называется поперхнулся ну типа того или даже не туда отдохнул вот так примерно да то есть из области что ты когда идет идет цикл вдоха а ты решил выдохнуть ты движешься против течения общего то есть поэтому это как бы когда идет цикл собирания данных ты собираешь данные захватнические войны там начинается еще что то что это все вот или там допустим как бы накопление плотного плотного да то есть плотного накопления вдох потом выдох идет то есть как бы излучение то есть это получение излучения это все одно и то же цикл поэтому здесь что нужно следить за правилами на каком-то цикле находишься то есть что здесь в тренде находится вот поэтому тут как бы система тоже переменная то есть она что она же не мертвая она живая поэтому это основа всего жизни по сетей танцуешь в ритм синхронной системе грубо говоря поэтому здесь если ты еще будешь грубо говоря заказывать слайды ну как заказываешь слайды которые ну как бы не соответствует тренду ну системному тренду то есть движению общего потока то есть то ты получается заказываешь слайды против да то есть это я к тому чтобы например то что в одну эпоху верно там она как бы то есть время собирать время раздавать камни собирать раздавать то есть туда-сюда по очереди то есть нужно идет и вообще в принципе идем сборным потом собираем а до этого раздавали раскладывали тебя складываем поэтому здесь еще и правило есть помимо помимо того что как работает сама система есть еще игра ну сам сам правило игры называется то что в любой игре есть правило ну когда то есть и соответственно все циклично то есть заканчивается одна игра начинается другая игра по другим правилам но это вот это отражено а в так называемых вот этих вот иллюминарских слованов типа новые правила на века ну вот эта история там где пирамида глазик там наблюдатель который смотрит да вот это все то есть который проектор он же проектор лучики такие оттуда и спускаются верхушка пирамиды спускают лучики это проектор он же наблюдатель и вот новые правила на века вот ну соответственно века проходит меняется правило игры соответственно тут то же самое чтобы не было скучно то есть примерно так то есть чтобы это давала жизнь переменная вот и вот и тут вы образуется такая система игр еще дополнительно то есть мало того что а принципиальная работа системы такова. Так еще и правила меняются, понимаешь? Это всё равно что компьютер работает так, но там становятся разные игры, ну примерно так, короче про одно и то же düро, понимаешь? Циклы, циклы, такты. То есть это тактовая система, тактовая частота. Компьютер так называется тактовая частота. Ну там тоже же цикловая частота, то есть это как бы кольцо, ну короче, все это одно и то же. квантосмена, она переменно и дает, собственно говоря, потому что никто не знает, почему у нас электрон, откуда у нас все вращается, почему-то электроны вращаются в каком-то электронном облаке, где-то там они находятся, где-то примерно там вращаются, они могут быть в районе облака, где угодно потенциально. Это, кстати, очень интересная штука, потому что мы точно не можем определить положение электрона вокруг ядра ни в какой момент времени фактически. А почему? Потому что оно потенциально может вокруг этой сферы в любом месте появиться, в любую сторону вращаться. Вот это называется управление электронной системой. Электронное управление-то на самом деле управляешь электроном, вращение. То есть туда или сюда. То есть под этим углом, под этим углом у него дается некое облако, то есть где он может быть. А там уже ты, соответственно, в зависимости от твоих желаний, заказов, то есть оно начинает воплощаться в потенциальное поле. То есть все равно, что каждый базун Хиггса уже выходит с конкретным готовым заданием. Примерно так. То есть он либо тот, потому что этот тоже самый эффект наблюдателя про это говорит. То есть все про одно и то же. То есть все, как говорится, сводится к одному. Вот. Так что вот как-то так. Спасибо. Спасибо.